На телеканале Юганск время итоговой программы. Здравствуйте в студии Елена Волкова и коротко о главных темах этого выпуска. Результаты, как видим, не налицо, так сказать, что слабо реагируют. Свалки в городе. Экология нашего края страдает от нерадивости предприятий. Сейчас, конечно, новейшие технологии, что позволяет безболезненно все проявить процедуру. Операция за один прием. Врачи применяют новейшее эндоскопическое оборудование. Мы приобрели фортепиано, и он быстро как-то это все поймал, свою ноту, можно сказать. Абсолютный слух. Незрячий нефтеюганец проявил недюжинный музыкальный талант. Отец, сын и святой дух. Бог один. В воскресенье православные отметят праздник Святой Троицы. Сегодня сотрудники департаментов ЖКХ и имущественных и земельных отношений проехали по городу и посмотрели, появились ли новые несанкционированные свалки. С начала этого года специалисты уже выдали 60 предприсаний на проведение уборки и санитарной очистки загрязненных территорий. Горы мусора проявляются в черте города не только из-за граждан, которые бросают мелкие фантики и бутылки мимо урн, но и работников предприятий, которые решают вопрос с вывозом отходов, просто скидывают их, что называется, себе под нос. Сейчас это место очищено. На обочинах, дороге и зеленой зоне нет ни единого фантика. Хотя буквально несколько месяцев назад в районе продолжения проезда энергетиков в сторону дачного кооператива «Кедровый» разместилась несанкционированная свалка. Причем не только твердых бытовых отходов, но и биологических. Напомним, тогда сознательные жители города стали бить тревогу, ведь правонарушители оставили разлагаться там мертвый скот. Это держатели кафе, потому что везут скотину с живым весом, чтобы не тратить на рефрижераторы. Потом где-то их режут, разделывают, ну естественно, головы, копыта и все эти отходы, шкуры, все это сбрасывают зимой. Это лишь предположение специалистов, ведь виновника пока не удалось установить. В любом случае, из-за безответственного предпринимателя ликвидировать свалку пришлось за счет города, а это около 300 тысяч рублей. Чей-то мусор, понятно сразу. На территории гаражного кооператива в сторону Акапаса разместились бизнесмены. Отходы, которые остаются от СТО и шиномонтажек, многие скидывают, что называется, за борт. Мы наблюдаем, что за протоком Акапас, значит, хоть и неоднократно выписываем штрафы, вызываем на административную комиссию, но результаты, как видим, не налицо, так сказать, что слабо реагируют. За сброс отходов в неположенном месте физические лица могут получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. А вот юридически ответственные горожане заплатят из своего кармана от 5000 до 10. Что касается бардака в гаражных кооперативах, то здесь с предложением решить проблему по справедливости выступили простые жители Нефтьюганска. Я тоже не согласен, чтобы здесь был мусор. Но это не означает, что нужно конкретно брать единого человека и на него вешать. Это нужно, вот, гаражный кооператив, кто здесь есть, и старших, его брать и с ним разговаривать. В ближайшее время департамент жилищно-коммунального хозяйства займется ликвидацией свалок на территории 11 и 11 А микрорайонов, а также в поселках Мостотряд и Звездный. Вывести предстоит порядка 150 кубометров твердых бытовых отходов. Специалисты надеются, что в городе впредь не будет мусора, а бизнесмены проявят сознательность. Кристина Кочерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск вошел в четверку лидеров по количеству укусов клещей. С начала года в городе срегистрировано 311 нападений потенциальных переносчиков энцефалита. Лидирует муниципалитет и по количеству заражений ВИЧ-инфекцией. На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили текущее положение. С начала года с укусами клещей к медикам обратились 265 взрослых. Из них 229 были непривиты. Нехватка вакцины привела к снижению иммунитета. Из-за высокой активности членистоногих 90% населения могут быть подвержены риску заражения энцефалитом. Эпидемиологи напоминают, невосприимчивость к вирусу вырабатывается только через год, то есть после третьей прививки. А значит, позаботиться о своей безопасности необходимо как можно быстрее. Было исследовано 23 клеща на определение вирусоформности по территории нефтьюганского региона. И из этих 23 клещей вирус клещевого энцефалита выделен в 39% – это 9 клещей. А вирус клещевого боррелиоза и иммуноцитарного эрлихиоза человека в 100% случаев. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека – еще один вопрос, который обсудили собравшиеся. Количество случаев инфицирования в нефтьюганске снизилось. Основная масса заболевших – взрослые от 25 до 44 лет. Заразившихся несовершеннолетних в этом году нет. Положительная динамика статистику не улучшает. Муниципалитет занимает второе место в округе по данному заболеванию. Больше инфицированных только в Пытьяхе. Снижение заболеваемости по вечной инфекции на 26,8%. В частности, 5 месяцев в 2015 году выявлено было 86 в первичных случаях. Сейчас за 5 месяцев прошедшего года – 63. Также на санитарно-эпидемической комиссии обсудили статистику кишечных инфекций. В одном из фермерских хозяйств города зарегистрировали случай сальмонеллеза. Его обнаружили в курином яйце. Повторный тест после проведения профилактических работ показал полное отсутствие вируса. Елена Гайлиман, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В 3 воскресенье июня россияне отметят День медицинского работника. То есть 19 июня, накануне профессионального праздника, коллектив Нефтьюганской окружной клинической больницы принимал поздравления. Около сотни сотрудников за добросовестный труд получили благодарственные письма и грамоты. В Нефтьюганской окружной клинической больнице работают более 2,5 тысяч сотрудников. Около 400 из них – врачи. Свой профессиональный праздник медработники отмечают в 3 воскресенье первого месяца лета, в 2016 году, 19 июня. Уважаемые коллеги, работники здравоохранения города Нефтьюганска, от всей души хочется поздравить вас с этим профессиональным праздником. Пожелать вам доброго здоровья, мира в семьях, счастья, успехов и благополучия. Дорогие друзья, пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои жизненные силы. В преддверии дня медицинского работника около 100 сотрудников Нефтьюганской больницы были удостоены благодарственных писем и почетных грамот от городских властей и депутата Тюменской областной думы. Хочу пожелать удачи, уверенности в завтрашнем дне, хочу пожелать вам, чтобы вас дома всегда ждали, любви и согласия вам в семьях, чтобы дети вас, внуки любили. Всего вам доброго. Коллектив сильный, коллектив профессиональный, взращиваются молодые специалисты. И только благодаря тому, что передается эта эстафета, преемственность между поколениями и славится трудом наша больница. Своеобразным подарком ко дню медицинского работника стала парковка для сотрудников на 130 автомест. Ее строительство завершится в июне и позволит персоналу работать в более комфортных условиях. Елена Галиман, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганская окружная клиническая больница получила новейшее эндоскопическое оборудование на общую сумму более 100 млн. рублей. Приборы позволяют специалистам выполнять некоторые виды операций прямо во время медицинского исследования. К тому же, с помощью передовой техники врачи уже сегодня могут в кратчайшие сроки определить высокоточную диагностику. Таким образом, сокращаются сроки ожидания плановых исследований и восстановления пациентов после лечения. Нефтьюганская больница получила 4 современных видеокомплекса и 21 эндоскоп. Аппараты экспертного класса или видеоэндоскопы оснащены матрицами, HD и электрохирургическими принадлежностями. Такая комплектация позволит не только вести видеозапись процедуры, но и совершать малотравматичные операции во время исследования. В последние годы потребность выполнения гибких эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта значительно увеличилась. Если это около 5 лет назад мы делали 6-7 тысяч исследований, то сейчас почти 14 тысяч исследований. И необходимость в этих исследованиях постоянно увеличивается. Малоинвазивное, то есть низкотравматичное вмешательство способствует быстрому восстановлению пациента после операции. Передовое оборудование также дает возможность проводить высокоточную диагностику и сокращает сроки ожидания плановых процедур. Пройти медосмотр, в котором есть эндоскопия, теперь возможно в течение суток. Для трудоустройства прохожу медосмотр. На самом деле все было быстро, качественно, профессионально. Сейчас, конечно, новейшие технологии, что позволяет. Безболезненно все провести процедуру. Ну и в общем, без всяких последствий. Кроме того, нефтьюганская окружная клиническая больница имени Яцкиф получила две автоматизированные системы обработки эндоскопической аппаратуры. Умные машины сами считают расход дезинфектора и сообщают о необходимости его замены. К тому же медицинский арсенал пополнился пятью специализированными шкафами с функцией стерилизации. Раньше мы эндоскопы хранили в стерильных простынях. Срок хранения был всего одни сутки. То есть даже если аппарат не использовался, его надо было заново обрабатывать. То теперь 7 суток у нас аппарат стерильный, потому что... Эндоскопическое исследование для пациента все же процесс малоприятный. Особенно мнительные или те, кто состоит на учете, например, с язвой желудка, могут получить анестезию во время процедуры. Но к такому методу прибегают в отдельных случаях и обязательно по рекомендации врача. Елена Гайлиман, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Крупнейшее дочернее общество нефтяной компании «Роснефть» «Юганскнефтегаз» примет участие в форуме «Утро-2016». Съезд молодежи состоится с 20 по 30 июня в Нефтьюганске. Городообразующее предприятие представит свою интерактивную площадку – экспозиции инженерных технологий. Будет продемонстрировано 8 основных направлений деятельности предприятия – добыча нефти и газа, транспортировка и перекачка, освоение, бурение, геология, охрана труда и промышленной безопасности. Также будет работать кадровая приемная. Разместится выставка на площади в более 90 квадратных метров и включит в себя наглядные пособия, роботы-тренажеры, образцы оборудования и макеты. Работники и молодые специалисты «Юганскнефтегаза» также стали участниками масштабного события и приступят к работе форума в первую смену с 20 по 25 июня. Им предстоит пройти обширную образовательную, культурную и спортивную программы. В Санкт-Петербурге завершился международный конкурс в честь 25-летия музыкальных классов для слепых и слабовидящих Охтинского центра эстетического воспитания. Принимали участие в котором нефтеюганцы Владислав Зотов и его руководитель Ольга Сотник. О том, почему особенных ребят члены жюри называют детьми с неограниченными возможностями здоровья, расскажет Кристина Кочарова. Это Санкт-Петербург, международный музыкальный конкурс. В начале месяца в нем приняли участие 60 воспитанников музыкальных школ страны. Среди них нефтеюганец Владислав Зотов. В номинации фортепиано в возрастной категории Влада участвовало 4 человека. Пусть занять призовое место ему не удалось, но из культурной столицы они с руководителем привезли гораздо больше, чем просто медали, бесценный опыт и новые знакомства. Я с детками познакомился, со старшими познакомился, они тоже не видят. Владислав не видит с рождения, но это не мешает ему получать высокие отметки в школе и чувствовать клавиши фортепиано. К тому же у мальчика абсолютный слух. Любой звук он распознает за секунду. Такого результата юный нефтеюганец добился благодаря своим стараниям, небывалой любви к музыке и помощи преподавателя. Естественно, это сложность ориентировки в клавиатуре, на клавиатуре. Но это я не думаю, что только у Владислава эти сложности, мы над этим работаем, конечно. С самого начала урока мы делаем упражнения на ориентировку именно на клавиатуре. В музыкальную школу Владислав начал ходить с первого класса. Сейчас 11-летний пианист наравне со зрячим издает экзамены по фортепиано, сольфеджио, музыкальной литературе и нотной грамоте. Причем успешно. Интерес к клавишам у Владислава появился с самого детства. Изначально у нас знакомый фортепиано стоял дома, и он как-то изначально, ему нравилось нажимать эти кнопочки, все. И как-то мы потом с мужем подумали, что в самом деле можно купить нам фортепиано, чтобы ребенок дома занимался. И вот мы приобрели фортепиано, и он быстро как-то это все поймал, свою ноту, можно сказать, и начал заниматься. Ольга Сотник начала изучать нотную грамоту по Брайлю. Это специальный шрифт для слабовидящих, одновременно со своими учениками. Всего в детской музыкальной школе занимаются четыре воспитанника с плохим зрением или вовсе его отсутствие. Правда, читать ноты на языке слепых ребята еще не научились. Ведь одна привычная зрячим нотная страница располагается на четырех листах точечной грамоты. Пока приходится воспринимать композиции только лишь на слух и на ощупь. Кристина Кольшерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Не предоставил преимущества. Сегодня на кольцевой автодороге возле магазина «Норд» водитель десятки решил проскочить перед КамАЗом. В этой аварии никто не пострадал. Однако, по словам госавтоинспекторов, это ДТП – яркий пример халатности некоторых автовладельцев и неосторожного вождения на дороге. Далее без комментариев. Продолжение следует... В эту субботу на Юблейной площади пройдет один из самых ярких праздников татарского и башкирского народов – Сабантуй. В программе – концертные выступления творческих коллективов Центра национальных культур и солистов Казанской филармонии. Народные игры и главное соревнование Сабантуя – национальная борьба Курэш, в которой смогут состязаться все желающие. Народное гуляние начнется с работы радиогазеты в 11 часов дня. Продолжится праздник до 8 вечера. На площади будет организована выставка продажи предприятий торговли и общественного питания. На сцене весь день будут выступать артисты. В час дня для горожан стартуют спортивные состязания, в том числе и национальная борьба. А в три часа состоится конкурс художественной самодеятельности. Завершится Сабантуй танцевальной программой. Один из главных христианских праздников – День Святой Троицы – верующие отметят воскресенье. Православные в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы и цветами. В нестюгатских храмах пройдут торжественное богослужение. Троица – это учение, в основе которого лежит библейское повествование о сошествии Святого Духа на апостолов и раскрытие истины существования Триединого Бога. Как правило, праздник отмечается три дня. В воскресенье в 8 утра в Храме Святого Духа состоится одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. В 12 часов верующие пройдут крестным ходом по городу. Все три праздничных дня в церкви будут читать молебны и поминать умерших предков. Кроме того, в понедельник, 20 июня, в город приедет глава Ханты-Мансийской митрополии. Владыка Павел совершит благослужение в честь престольного праздника Нефтеюганского храма Святого Духа. В эти выходные госавтоинспекторы советуют водителям заранее выбирать альтернативные маршруты. В связи с праздниками на некоторых улицах города будет ограничено движение. В субботу с 8 утра до 8 вечера полностью перекроют улицу Гагарина. А в воскресенье в связи с шествием крестного хода Святой Троицы будет временно ограничено движение по маршруту следования колонны. С 12 до 14 часов верующие пройдут по улицам от Молодежной до Парковой и от Ленина до Гагарина. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных.